Себестоимость проезда одного пассажира в маршрутном автобусе возросла. На это упирают перевозчики. Порой сумма в рублях называлась выходящей за рамки доступности. С повышением платы в два раза не согласны общественные организации и тем более многие жители. 59 рублей. Тарификация. Эта тарификация неподъемна для нашего населения. Мы должны понять, что у нас не Москва. Я думаю, вы со мной согласитесь, что повышение даже до 41 рубля – это огромный удар по карману населения. Перевозчики заявляют, что обслуживание автобуса стало дороже. Цены на топливо и автозапчасти растут, а пассажиров у них все меньше. К тому же расходы добавляют и новые требования к общественному транспорту. Если раньше он делал за 9-10 часов приблизительно работы три круга, то сейчас он делает два круга. То есть это пробки. На сегодняшний день вступление закона о транспортной безопасности – это 200 тысяч на один борт. Представляете, 200 тысяч рублей за трат перевозчика на один борт. Перевозчики пугают, что если цена останется прежней, то водителей общественного транспорта станет еще меньше. Уже исчезло в городе несколько маршрутов. Тем более, что муниципальный транспорт вообще в одиночку не подтянет пассажиропоток. У них и сейчас-то не хватает людей. Сегодня у меня, пожалуйста, 8 рабочих мест открытых. Есть транспорт, стоит в боксе. А посадить я туда никого не могу. Нету человека просто-напросто хорошего, надежного, здорового. После многочисленных согласований в конечном итоге цену на проезд в маршрутках все равно устанавливать горсовету. Сейчас депутаты уверяют, что крупного повышения не допустят. Я понимаю, что есть ситуация с ценой, и 4 года не повышали. Но тогда ситуация, когда мы повысили на 3 рубля, она была намного хуже. И говорится о том, что мы в разы сейчас поднимем сумму, там 25, там 28 рублей. Не будет такого. Процесс поднятия стоимости тарифа в маршрутном транспорте предстоит долгий. Перевозчик предоставил еще не все необходимые документы для обоснования тарифа. Скорее всего, вопрос затянется до нового 2020 года. Однако эксперты уже предупреждают, что возможное поднятие цен в маршрутках может вызвать также и поднятие цен на другом транспорте, например, городском трамвае и в лихаум такси. Сад Номер Тенеев, Николай Булбаев, телекомпания АТВ.